Приветствую, друзья! Итак, в этом уроке мы с вами продолжим рассматривать тему CSRF и попробуем взглянуть на нее глазами хакера, то есть попробуем эксплуатировать данную уязвимость, данный вид уязвимости. Для этого нам потребуется любое приложение, где есть система авторизации, ну и какие-то действия, которые выполняются от имени авторизованного пользователя. В данном случае я взял авторизацию из одного из предыдущих уроков, немножко ее изменил, код мы сейчас посмотрим. Ну и данная система предполагает то, что авторизованный пользователь может отправлять сообщение. То есть если он не авторизован, никаких сообщений отправляться не будет, будет предлагаться пользователь авторизоваться, если же нет, если же он авторизован, то, соответственно, сообщение от имени авторизованного пользователя уйдет и будет сохранено в базу данных. Потом можем его вывести, конечно же, либо что-то еще сделать, можем на e-mail отправить, например. ну как бы то ни было у нас есть таблиц есть база данных тест и в ней две таблицы это юзерс где лежат данные авторизованного зарегистрированных пользователей и это таблица постов она пока что пуста я не стал заморачиваться над правильной организацией таблиц здесь я просто таблица пост у нас есть три поля ID номер сообщения, пост это текст и юзер это у нас будет логин пользователя, который оставил это сообщение ну и также у нас есть сайт хакера тест лог, как видите он находится на другом домене, этот домен здесь localhost, а здесь тест лог ну и также я выкрыл еще в другом браузере где я не буду авторизован и вот представьте что я как жертва захожу на данный сайт, на данную страничку авторизую здесь, если я неправильно веду пароль, то соответственно меня не будет авторизовывать если я правильно введу пароль то соответственно вот я авторизовался как юзер 1 ну и могу отправить сообщение теперь давайте взглянем на код что он из себя представляет значит здесь у нас есть в html коде, давайте сразу посмотрим есть проверка, если пользователь авторизован тогда мы выводим сообщение о том, что он авторизован и ссылку на выход из профиля и выводим формочку где есть всего одно поле поле текстерия, текстовая область через которую можно отправить сообщение в противном случае если пользователь не авторизован тогда мы вводим другую форму и это будет форма авторизации двумя полями логин и паспорт ниже мы вводим ошибки и сообщения об успехе если таковые у нас будут ну и теперь взглянем на обработчики все это находится у меня в одном файле чтобы было попроще авторизация достаточно проста мы получаем данные из полей логин и паспорт далее подготавливаем выражение и выбираем по логину данные и далее мы проверяем если у нас там хешированный пароль он хешируется функцией паспорт хэш и соответственно паспорт верифай его проверяет если паспорт верифай возвращает true тогда мы авторизуем пользователя ну и в противном случае мы соответственно ничего не делаем не авторизуем его и в любом случае мы перенаправляем на главную страничку где опять таки проверится авторизован пользователь или нет это в случае авторизации здесь достаточно просто и что то подобное мы с вами уже рассматривали чуть ранее теперь по поводу отправки сообщений как видите здесь мы проверяем если у нас не пусто пост пост то есть текст сообщения да у нас текстовая область имеет имя пост вот если это не пусто тогда мы попадаем сюда и первым делом мы здесь проверяем авторизован ли пользователь чтобы мы не могли отправить или хакер да не мог отправить сообщение от имени вообще непонятно кого от имени не авторизованного пользователя и если пользователь не авторизован тогда мы собственно мы вводим сообщение авторизуйте чтобы оставить сообщение если же пользователь авторизован тогда мы вставляем в таблицу постов принятое сообщение где в поле «Пост» попадает само сообщение, и в поле «Юзер» попадет логин авторизованного пользователя. Выводим сообщение, записываем все сообщения «Добавлено», которые будут выведены чуть ниже, и перезапрашиваем страничку. В общем-то, все достаточно просто. Достаточно просто. Теперь посмотрим сайт хакера. Здесь тоже ничего сложного нет. Здесь обычная, даже не PHP, а обычная HTML-страничка. Это «Индекс» и «Форум.html». На индексной страничке, ну, скрипт можете не смотреть, это я просто оставлял, чтобы можно было эксплуатировать данную изимость, вообще ничего не нажимая там, пробовать. В общем-то, это все лишнее, можно убрать. Ну и у нас здесь есть iFrame, который мы вообще при желании можем искрыть и как-то вот здесь вот оформить, не под фрейм, а под обычный блок. В данном случае я убрал рамки, убрал скролл и сделал высоту 40 пикселей, с тем, чтобы жертва увидела только одну кнопочку и ничего более. Ну, если мы вот эту вот высоту увеличим, либо уберем ее, давайте ее увеличу, вот, то в дальнейшем, сейчас здесь ничего не поменялось, в дальнейшем мы увидим чуть больше данных. Я специально уменьшил ее, чтобы пользователь видел только кнопку, либо какое-то сообщение, которое ему ничего не скажет о том, что его пытаются как-то обмануть. Ну и в самом фрейме, который сюда подключается, есть форма, опять-таки на скрипт нужно не смотреть, убрать его, есть форма, которой экшен, вспоминаем урок по подделке форм, экшен, который указывает на сайт, который мы собираемся взламывать. Немножко здесь с экшеном я неправильно написал, поэтому мы его здесь поправим. Так, поправили. Так, ну и сама форма, как видите, я здесь ее сделал display none, чтобы она не показывалась, ну и, соответственно, если я все это дело уберу, то она будет показываться. Вот эта формочка, да? Так, в этой форме, как видите, я уже за пользователя заполнил вот эти вот данные, ну и вот так вот кнопочку получить приз поставил, да? То есть многие могут соблазниться данной возможностью получить приз, либо что вы там напишите, вот, и нажать на эту кнопку. И данная кнопка отправит форму с уже заполненными нами данными на сайт, находящийся на другом домене. Значит, жертва сейчас авторизована. Соответственно, если мы здесь что-нибудь напишем, например, обычную единичку, сообщение добавлено. И в таблице постов должна эта самая единичка появиться. Хорошо. Теперь посмотрим, что произойдет, если мы зайдем из другого браузера, где жертва, соответственно, не авторизована. А если мы, давайте здесь 400 стоит у нас, да? Обновим здесь страничку и нажмем получить приз. Если мы не авторизованы, здесь, скорее всего, страничка закэшировалась. Я ее Ctrl 5 нажму. Вот. Если мы не авторизованы, то увидим сообщение, страничка закэшировалась. Почему? Потому что там в экшене стоял другой адрес, и в фрейме не обновился этот адрес и, соответственно, ввел не туда. Так вот, если мы не авторизованы, то в качестве ответа от сервера, на который мы отправили запрос, в фрейм будет подгружена формочка. Вот это вот, да? Ну и сообщение авторизуйте, чтобы отправить, оставить сообщение. Вот. То есть то, что мы получаем вот здесь вот. То, что мы отправляем вот здесь. Вот эта вот проверка здесь сработала. Когда мы не авторизованы, то все окей, все замечательно. В этом браузере у нас кук нет. Вот. И мы как бы не авторизованы, и эксплуатировать ССРФ вообще не получится. Вот. Неважно, есть там защита, либо нет там защиты, эксплуатировать ее не получится. Вот. Но когда мы авторизованы, как вот здесь вот, да, и нажмем на эту кнопку, то увидим сообщение добавлено. Хакер может скрыть ее, может оформить как-то по-другому, может делать какой-нибудь переход, еще что-нибудь. Ну, тут уже как бы решать ему. Суть в том, что сейчас произошла эксплуатация ССРФ уязвимости. Если мы обновим нашу таблицу постов, то увидим здесь от имени пользователя вот то, что было в качестве значения по умолчанию, которое мы написали вот здесь вот в форме. Вот оно, ССРФ, да, для текстовой области. Оно попало в нашу базу данных. То есть мы от имени пользователя, находясь на совершенно другом сайте, заманив как-то туда этого самоавторизованного пользователя, от его имени мы выполнили данную операцию. Когда фрейм, вот я уменьшил, 40 пикселей вернул, то здесь он видит только WelcomeUser1, который мы тоже можем как-то попробовать стилизовать, хотя это, в принципе, уже не обязательно вообще. Вот. Мы выполнили то, что хотели, то есть воспроизвели в ССРФ уязвимость от лица пользователя, от имени пользователя. Вот, собственно, так вот она и реализуется. Это самая уязвимость. Как видите, достаточно просто. Пользователь должен быть авторизован. Мы должны знать, как-то заманить этого пользователя на наш сайт, или банально даже можем отправить ему сообщение по e-mail, с тем, чтобы он перешел по какой-то там ссылке. Еще что-то. Ну, тут различные варианты уже могут быть. Это все уже дело касается так называемой больше социальной инженерии. Ну и... Собственно, все. Мы должны знать, на какой сайт еще отправить пользователя, чтобы выполнить от его имени какие-то некие действия. Если мы здесь сделаем логаут, вот, здесь, Ctrl F5, и нажмем получить приз, то, соответственно, в качестве ответа мы видим предложение авторизоваться. Опять-таки, можем его расширить здесь. Ctrl F5, получить приз, ну и авторизуйтесь, чтобы оставить сообщение. То есть, от имени неавторизованного пользователя у нас ничего сделать не получится. Это логично, в принципе. Хорошо. Значит, глазами хакера мы взглянули, общий смысл эксплуатации CSRF, я думаю, вам понятен. И в следующем уроке мы попытаемся с вами защититься от этого вида уязвимостей и понять, как это вообще возможно. На этом текущий урок мы завершаем. Исходники к уроку вы найдете, сможете посмотреть и воспроизвести также у себя на компьютере. До следующего урока. Пока. Продолжение следует...